На Красной Горке проживает около пяти тысяч человек. По размерам это небольшая деревня, вот только находится она не где-нибудь на отшибе, а в центре Севастополя. В то же время с транспортом дела здесь обстоят не лучше, чем в крохотном населенном пункте. Между Горкой и городом курсируют два маршрута, 29-й и 31-й, на каждом всего по одному автобусу. Уже просто хотим бить в набат. Нам нужен транспорт. Сейчас лето, много гостей транспорт нужен. Скоро детки пойдут в школу, пойдут в садики. Начнется непогода. Много очень ветеранов. То есть население самое разное по возрасту. Транспорт просто крайне отвратительно ходит. Даже возьмите сегодняшний день. Автобус номер 29 только сделал один рейс. Пять тысяч на Горке живет жители. Это очень много. Я говорю, раньше ходили по три автобуса и были всегда заполнены. Многие годы жители района просят власть улучшить работу транспорта, а недавно предложили пустить на Горку один из автобусов, поступивших в качестве гуманитарной помощи. В мае месяце мной было написано депутатское обращение по поводу того, чтобы губернатор рассмотрел вопрос по поводу выделения автотранспортных средств в качестве автобусов гуманитарной помощи на Красную Горку. В середине мая депутатская была написана. Ответ я не получила по сегодняшний день. Почему получилось так, когда пришла гуманитарная помощь в Севастополь? Данные автобусы были установлены на маршрутах троллейбусах 7, 10, 12 и не попали вот на такие спорные, даже не сказать не спорные, а проблемные участки, да, в первую очередь, как Красная Горка. По информации Ларисы Бусыгиной, в этом месяце полученные с гуманитарной помощью автобусы переведены в недавно созданное городское автотранспортное предприятие. Сейчас им присваивают государственные номера, после чего два автобуса поставят на маршруты Красной Горки. Даже если вопрос с транспортом частично решится и на оба маршрута поставят по два автобуса, жители района сомневаются, что ситуация с транспортом кардинально переменится к лучшему. Они хорошо помнят, как несколько лет назад по одному из маршрутов ходило несколько автобусов, но потом их количество сократили из-за нерентабельности. Водитель 31 маршрута прятаться от камеры не стал, ответил на вопросы. По его словам, автобус ходит с положенной регулярностью. Это точно неправда. Вы можете постоять здесь и понаблюдать, как этот ходит топик. Вы здесь постоите через 15 минут, посмотрите, как подъедет, сразу водитель и уедет. Я стою максимум 15 минут здесь. Это предел. Это бывает утром, когда нет народа. Вот утром я стою 15 минут. Три человека, пять человек в этом самом деле, в салоне. Я поехал. Пассажиры рейса также жаловаться не стали. Говорят, все в порядке. Когда ломался, ну так это ломалось. Ну как бы поломка была. Мнения людей разделились, но те, кто недоволен движением транспорта, больше всего досадуют, что 31 маршрут только дважды в день ходит до площади восставших. Все остальные поездки он завершает у остановки рядом с улицей Охотской. Также люди возмущены, что уехать на последнем вечернем рейсе практически невозможно. Получается, как в школе. Звонок не для пассажиров, а для водителя. Это все, как говорится, зависит от желания водителя. Вот последний раз мы не могли уехать. Он намахнул рукой и уехал куда неизвестно. Мы все остались. Это еще не было восьми часов. Василий Косенко, Александр Листопад, Севинформбюро.